Как вы думаете, много ли в России ЛГБТ-людей? Не думаю, что много. А как вы сами к ним относитесь? Я отношусь к ним нейтрально, но если они выебываются на протестах и так далее, распространяют ЛГБТ-тему, то это пиздец как раздражает. Это что, лесбиянки, которые вот эти все? Лесбиянки, геи, би, трансгендеры. Много, мне кажется, да? Да-да. Пациентов 20, в основном реселлеры. Процентов 20-25. Среди ваших пяти друзей есть один гей? Ну, я не знаю об этом, по крайней мере. Я думаю, не 7, а процентов 15 где-то. В два раза больше. Стоп. Конечно, много. Сколько процентов, я не скажу, но достаточно много. Просто они все достаточно скрытные ребята. Зайдите в любой гей-клуб и найдете. В Москве много гей-клубов? Ну, есть. Адреса могу скинуть, если надо. Как вы думаете, в России много ЛГБТ-людей? Думаю, что да. Просто их так все презирают, что они не выходят на улицу. Не показывают. А сколько процентов, как думаете? Ну, 60. 60. Да, тоже так. 50 процентов. А как вы сами относитесь к ЛГБТ? Мне они не нравятся. Кто-то особенный не нравится? Да нет, в принципе, просто это как бы противно выглядит. Ладно, если бы это делали только дома, то это делают еще и как бы на улице. И как бы, блин, ну держите при себе все свое. Ну, ходить парадок минимум устраивать, допустим, по центру. Это пиздец вообще. Если вы гей, битесь спокойно дома. Зачем, блядь, на вид это показывать. Отлично отношусь, положительно. Среди ваших друзей есть кто-нибудь? Да, достаточно. Открытый? Ну, на половину, ну, в смысле, на половину открытый и на половину закрытый, конечно. В нашей стране очень сложно быть открытым. Что в нашей стране сложно? Все сложно в нашей стране. Мы снимаем для западной аудитории, они совершенно не знакомы с Россией. Не приезжайте в Россию, пожалуйста. Заберите нас отсюда. Как вы сами относитесь к ЛГБТ? Ну, нейтрально, мне все равно. То есть, мне даже не все равно, я на самом деле поддерживаю, потому что людей обижают, их должен кто-то поддерживать. Я поддерживаю. А как их именно обижают? Ну, обижают так, что люди должны это скрывать, потому что меняется отношение, и тебе просто сложнее становится жить, если ты открытый. Отношусь, ну, нисколько положительно, адекватно. По крайней мере, адекватно, но не гомофоб. Как вы сами относитесь к ЛГБТ? Ну, учитывая то, что в европейских странах и также в странах Запада к этому относятся вполне себе гуманно, но наша страна, к сожалению, до этого не нашла. А вы сами как относитесь? Спокойно. Нейтрально. Если человек это не показывает, то... Чтобы человек стал геем или лесбиянкой, что должно происходить вокруг? Да вот, оно все уже происходит. Что конкретно? Ну, как разврат? Не семейные ценности, а моральность, похоть, наркотики. А что относится, например, к семейным ценностям? Ну, мама, папа, бабушка, дедушка, дядя, тетя. Ну, точно не родитель номер один и родитель номер два. Что влияет на сексуальную агентацию? Ну, видимо, его собственное отношение к этому. То есть, если он себя считает такого-то гендера, значит, он такого-то гендера. Окружение могло повлиять. Да и вообще какие-то личные предпочтения. Мне нравится какая-то музыка определенного жанра, и что я могу с этим поделать. То же самое. Просто это человек так чувствует. А каким должно быть окружение, чтобы человек стал геем или лесбиянкой? Или би? Ну, я не знаю. Наверное, в твоем окружении должны быть люди тоже с такими предпочтениями. То есть, ты должен это видеть. Возможно, это фильмы какие-то. То есть, что-то, что должно привлечь свое внимание. Ты подумал, хм, есть что-то такое. Ну, есть варианты, что жестокие. Это насилие, может быть, какое-то в семье произошло. Такое бывает. Но есть варианты, что наоборот, что человек просто любит. Человек любит, и если влюбится, то как бы можно же и кому угодно влюбиться. Что может повлиять на сексуальную ориентацию? Ну, типа, если серьезное воспитание родителей изначально. Вообще окружение. А каким должно быть окружение, чтобы человек стал логопатичным? Ты должен флексить на ЦБ, нюхать мифедрон и носить полинсиаги 3СС. Не знаю, как по мне, так это психологический сдвиг в человеке. Ну, я думаю, это врожденное, конечно. Общество не может повлиять на выбор человека? Ну, может, насильственными методами, но зачем? А как вы думаете, что влияет на сексуальную ориентацию человека? Окружение с детства. То, насколько у вас открыты родители, например. Вообще на сексуальную половую жизнь это очень сильно влияет. Если родители открытые, ну, партнеры показывают свою сексуальность, то и, ну, как бы дети такие же. Вот у меня мама была открытая и любила и женщин, и мужчин. Поэтому мне это передалось. Я отношусь одинаково и к женщинам, и к мужчинам. Я думаю, так. Вы думаете, это передается по наследству? Не по наследству, а как пример. Ну, как бы моя мама не скрывала, что она любит и женщин, и мужчин. И я поэтому тоже не скрываю это. Что бы вы сделали, если бы ваш ребенок совершил камин-аут? Ну, я бы поговорила бы с ним в первую очередь. А, о чем поговорили бы? Выяснила, что, как он это понял, почему, вот, ну, как, ну, в общем, что произошло в его жизни, может быть. Потому что, может, как бы тоже не появляется просто так, наверное. Ну, пришлось бы проводить с ним дисциплинарный воспитательный процесс. Что конкретно вы бы сделали? Ну, мало ли что. Ну, наверное, импровизация была бы. Но я думаю, я бы добился того, чтобы он для себя принял, что если он девочка, то он должен доиграть эту роль девочкой. Если он мальчик, то он должен доиграть роль мальчика. А там уже пускай разбирается потом. Ну, я бы думаю, если вышел на сцену мальчиком, так играй роль мальчика. Ну, чего переодеваться в Мальвину-то? Это же роль Пьеро, правильно? Ну, я бы поддержал его, и я как бы, не знаю, я бы хорошо к этому отнесся, совершенно положительно. С другой стороны, мне было бы, наверное, не очень приятно осознавать, что ему будет тяжело жить в этом мире. Я бы не то, что не выгонял бы его из дома, я бы его поддержал, и, ну, ничего плохого не было. Я думаю, мы бы поговорили, обсудили. Если бы я поняла, что это действительно выбор моего ребенка, это его предпочтение, я бы его за это не судила. Без проблем. Я положительно отношусь к этому. Поэтому я приму его любым, даже если он решит себе что-нибудь отрезать. Можете ли вы назвать какого-нибудь известного представителя ЛГБТ? Ну, этот, кто он там? Я не знаю, кто он. Поет-то. Музыкант. Кто-то в России? Да ну нафиг, американец какой-то. Элтон Джон? Вот, точно. А откуда вы про него знаете? Ну, по телеку говорят. Про него фильм сняли, по-моему, да, в России? Ну, я не знаю. Ну, музыка-то, она, это, хорошая, понимаешь. Но все же зависит от того, на чью территорию она служит. В смысле, Стивен Фрай. А кто это? Это британский комик и писатель. И вообще классный очень мужик. Ну, я знаю, что Анжелин Джоли очень-очень бисексуально. У нее уже пропитые 10 детей. Да, да, но она еще любит женщин или нужны именно лесбиянки. Мир полон грязи. Как очистить мир от грязи? Никак. Если бы у вас была большая красная кнопка, на которую вы могли бы нажать, и все геи исчезли, как будто все забыли бы про них сразу. Вы бы нажали на нее? Я бы на нее нисколько не нажал, сколько спрятал бы ее куда подальше, сжег бы, ну, дезактивировал бы каким-то образом. Не смотря как исчезли. Тут как бы такой вопрос. Знаете, как, ну, Танос и Слова, да? Ну, как вы, как геноцид? Нет. Нет. Нет, просто исчезли и нет. Надо над кем-то же рофлить. Нет. Ну, по фану, типа, знаешь, рофлить над пидорами. Ну, если бы мне заплатили, я бы нажал. А за сколько ты бы нажал? За Джордан оф Файт, Чикаго. Один сьюс. Двести тысяч рублей. Двести тысяч рублей, да? Да. Я бы не нажмал. Ну, конечно, иногда хочется, сказать, почему у этого мальчика такой красивый мальчик? Почему ему повезло больше, чем девушке, чем девушке, которая рядом проходит? Да, не было. Интересный вопрос, конечно. Я думаю, возможно. Нет. Почему нет? А как потом выявлять? Ну, вот смотрите, это была бы суперумная кнопка, она бы сама определила, и как бы все, их не было бы. Вот, смотри, если их сейчас удалить, появятся другие, правильно? Нужно хотя бы какое-то подобие, чтобы видеть, где они сбиваются. Где такие, где такие. Нужно просто по палатам разделить, и все будет нормально. Нет. Почему нет? Я хорошая, добрая. Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо.